Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня снова будет видео-болталка и видео на тему того, как же мой муж относился к тому, что я поправилась и к тому, что я похудела. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Ну и немножко хочу, наверное, рассказать о нашей семье. Мы с мужем женаты уже 10 лет, точнее осенью уже будет 10 лет. И знакомы мы примерно 12 лет, тоже осенью будет ровно 12 лет, как мы познакомились. На тот момент, когда мы с ним познакомились, я не знаю, сколько я весила, но мой размер одежды был где-то 46. А сейчас, чтобы вы понимали, мой размер одежды 42-44. То есть я была на размер больше, чем сейчас. Ну и как же муж относился к тому, что я начала поправляться? На самом деле, он мне неоднократно уже говорил о том, что он просто этого не замечал. Он же видел меня каждый день, и он не замечал того, что я поправлялась. Потому что это, конечно же, это было не в один день, это было постепенно. И, ну, как-то он, наверное, может быть, не придавал этому значения. И еще я перед тем, как снимать это видео, конечно же, спросила у него, как вообще он относится к тому, что женщина начинает полнеть, ну, рядом с мужчиной. Вот. И он мне ответил только одно, что мужчина любит женщину не только за внешность. Поэтому, может быть, и многие мужчины, ну, не замечают того, что женщина начинает как-то меняться, ее фигура меняется. После рождения детей у многих фигура меняется. Поэтому, ну, не знаю, мне кажется, что ни один мой муж не замечал того, что я поправлялась, но и многие мужчины в том числе. Ну, немногие, наверное, некоторые мужчины тоже этого не особо замечают, потому что любят нас не только за внешность. И это, мне кажется, здорово. Также у меня спрашивали, намекал ли мой муж на то, что мне неплохо было бы похудеть или все в этом духе. Нет, не намекал. Я ни разу от него ничего такого не слышала. Более того, когда я после того, после того, как пообщалась со своими доброжелателями, скажем так, которые мне говорили, что я очень-очень сильно поправилась, я приходила домой и говорила, что все, я толстая, мне надо худеть и так далее. Мой муж мне всегда говорил, да, нет, ты не толстая, ты нормальная, не слушай никого, они тебе завидуют, и все. Единственное, что он мне всегда говорил, но это тоже было, знаете, с моей подачи, скажем так, то есть это я говорила о том, что я хочу похудеть, и я вдруг начинала думать, что я толстая. Это он мне всегда говорил, что нет, тебе худеть не нужно, вот только немножко подобрать животик. Но чтобы вы понимали, он мне говорит это до сих пор. То есть когда мне тут вдруг взбрело в голову, я по-другому сказать не могу, о том, что неплохо бы мне еще похудеть, он сказал, нет, ни в коем случае, нет, ты просто подкачай себе немножко животик и все. То есть он говорит об этом до сих пор, но сейчас он уже более увереннее говорит о том, что мне не стоит худеть. Ну и когда я все-таки приняла решение худеть, поддерживал ли он меня? Да, поддерживал, но я не скажу, что он прямо так говорил мне, там, а, Наташа, молодец, правильно, давай, начинай, а то ты совсем такая толстая стала. Нет, он мне такого не говорил, это было из серии, знаете, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Ну, решила похудеть, окей, решила, худей, пожалуйста. И в то же время он меня поддерживал в таких вещах, как, ну, например, когда я отказывалась от еды, он не настаивал на том, чтобы я поела. Когда я там говорила, что не покупай, пожалуйста, не приноси там в дом какие-то определенные продукты, он говорил, окей, хорошо. То есть он как бы, ну, такой нейтралитет, мне кажется, держал. Вот захотела я похудеть, хорошо, пожалуйста, худей. Не хочешь худеть, окей, не худей. То есть он, ну, как бы вот так вот, наверное, как многие мужчины, можно так сказать, к этому относился. Вообще сейчас я в него тоже спрашивала, заметил ли он в итоге, что я поправилась. Он сказал, что да, заметил, но для меня это не было чем-то, не знаю, некрасивым, безобразным или еще что-то, чем-то, чтобы меня отталкивало. Нет, ну да, ты там чуть-чуть поправилась, и все. Но то, что я поправилась до таких размеров, это он увидел только тогда, когда я стала об этом говорить. Когда я стала ему, скажем так, указывать и показывать на то, что вот да, здесь я стала больше, здесь я стала больше и так далее. Тогда он, да, заметил. А так, ну, как бы, как бы не особо. С тем, что я поправилась, я думаю, все понятно. Он мне говорил, что я красивая и так далее и тому подобное. Может быть, чтобы не обидеть, но он не придавал этому значения, не заставлял меня бегать 10 кругов. Я думаю, с этим все понятно. А что же касается того, когда я похудела? Вот когда я похудела, тогда я поняла, что то, что он говорил о том, что нет-нет-нет, ты так у меня красивая, что оказывается, ну, может быть, где-то он лукавил или еще что-то в этом духе. Потому что сейчас я вижу, что он замечает то, что, во-первых, я похудела, а во-вторых, то, что я, ну, скажем так, в таком своем весе нравлюсь ему больше. Это я замечаю. В чем это, возможно, выражается, да? Это выражается в том, что сейчас он, вот, например, когда мы идем в магазин, и когда я выбираю какую-нибудь юбку ниже колен или свободное платье или свободную футболку, он мне всегда говорит, что, ну, нет, зачем такое длинное, зачем такое свободное, да? Ты же похудела, давай там, не знаю, юбочку покороче там или платье более по фигуре. Не совсем в облипочку, да, но так, чтобы по фигуре оно было, чтобы подчеркивало, скажем так, мою фигуру. Например, у нас с ним был такой разговор о том, когда я снимала видео про свои покупки с Алиэкспресса, там были купальники, и он меня спросил, а почему ты купальники не померила? Я говорю, ну, я как-то не хочу себя выставлять, скажем так, ну, полуголый, да, ну, как бы это в купальнике, это не полуголый, на всеобщее обозрение в Ютубе. Он меня спросил, а почему? То есть, вот, и когда я сказала, что, ну, я как-то стесняюсь, он мне говорит, ну, а чего ты стесняешься? То есть, он как бы сейчас, вот, вот как-то так он воспринимает меня, несмотря на то, что муж у меня, кстати, очень ревнивый, но вот такие моменты у нас есть. Вообще, изменились ли отношения у нас с мужем после того, как я похудела? Я могу сказать, да. Но почему они изменились? Не потому, что я похудела, и не, наверное, не на чисто физическом уровне, да, а больше на эмоциональном. Наши отношения с мужем стали сейчас, спустя, ну, считайте, 9 лет, 9 лет брака, они стали даже лучше, я вот так могу сказать. Почему? Потому что после того, как я похудела, даже, можно сказать, когда я уже завершала этап своего похудения, вы знаете, я как-то по-другому посмотрела на мир, на отношения, на отношения к себе, на любовь, на любовь к себе, любовь к мужу, к окружающему, ко всему остальному. Я стала более позитивным человеком. Вот даже многие в комментарии мне писали о том, что сейчас я стала другой, да, в виде моей фотографии до и моей фотографии после похудения, и что у меня сейчас горят глаза. Это действительно правда. Я не могу сказать, что я, когда была полненькой, я была какой-то злой там или какой-то недружелюбный, не знаю, или еще что-нибудь такое. Нет. Но все же я была менее легкой. Так охарактеризовал меня нынешнюю мой муж. Он сказал, что я стала более легкой. Наши отношения стали более легкими. Это все произошло, потому что, как я уже сказала, я по-другому посмотрела на все. Я поняла, что все в моих руках, да. Растолстеть, похудеть, привести себя в порядок. Я не знаю, даже то, как я выгляжу, это все в моих руках. Любовь к себе, любовь к окружающим, любовь к близким, это все в моих руках. Только я сама решаю, как мне проживать свою жизнь. Быть мне счастливой или мне быть несчастной, плакать, смеяться мне, не знаю, любить, не любить. Это все решаю только я. И что не нужно прилагать каких-то огромных усилий для того, чтобы быть счастливой. Не нужно никого, ни от кого ничего требовать, ничего просить и так далее. Можно быть просто счастливой. То же самое, как можно быть просто полненькой или просто худой. Это все в наших руках. Именно поэтому сейчас наши отношения стали более такими, ну не знаю, легкими. Он правильно сказал. Потому что сейчас я стала, знаете, такая менее замороченная. То есть мне, сейчас мне хочется больше кайфовать, получать удовольствие, удовольствие, что-то познавать, узнавать, ощущать, я не знаю, любить, порхать, можно даже выразиться так. Просто даже дело не в весе, а дело в осознании того, что я все могу. Я смогла похудеть, я смогла там изменить свой образ жизни, да, я смогла вообще изменить свой мир сама. И поэтому я смогу и все остальное. На самом деле, это ощущение, оно, ну дорогого стоит, да, и это ощущение придает силы для того, чтобы делать еще что-то, помимо того, чтобы похудеть. Я даже стала, в отличие от того, какая я была раньше, я стала более легкой на подъем. То есть я могу запросто быстренько собраться и куда-то поехать. Раньше для меня любые поездки это был какой-то стресс, да, я постоянно как-то копошилась, собиралась, я не знаю, какие-то у меня были, знаете, даже поехать отдыхать, это 10 чемоданов, это все на все случаи жизни. И какая-то я была, знаете, такая у меня какие-то заморочки постоянные были. Если даже вот касаемо быта домашнего, да, то раньше я, например, вот у меня все было идеально, мне нужно было, чтобы все вот прямо стопочка к стопочке, не дай бог, там муж пошел, вытянул какую-то там футболку и всю мне эту стопочку смял. Я могла по этому поводу ворчать, что кто-то что-то где-то оставил, бросил, не убрал. То есть я как бы была вот такая замороченная, да, не могу подобрать другого слова, то есть мне постоянно вот как-то нужно было какой-то контролировать, какой-то у меня порядок должен быть постоянный. сейчас я легче к этому отношусь, я понимаю, что в жизни главное не это, в жизни главное, я не знаю, вот я могу все бросить и просто, не знаю, пойти загорать или пойти погулять с детьми, поиграть с ними или что-то такое сделать, потому что сейчас я, ну, у меня уже другие приоритеты, да, у меня приоритеты уже не физического, да, плана, то есть не какие-то вещи, не, я не знаю, идеальный дом, идеальная я, идеальная семья, нет, у меня приоритеты в счастье, в любви, в взаимоотношениях, в взаимопонимании и тому подобное, это все, толчок к этому, ну, вот как я, например, считаю, да, да, у меня именно похудение, именно с похудением у меня произошла, есть такой термин, я знаю, как эмоциональная зрелость, это когда я стала понимать, что мне абсолютно все равно на то, что про меня говорят, вот говорю на это честно, более того, я стала как-то по-другому относиться к людям, вот даже сейчас, когда я начала вести свой канал на ютубе, конечно, ко мне приходят не только позитивные комментарии, но и негативные, и я на эти негативные комментарии, я не беру комментарии с матными словами, такие, я, мне кажется, что даже не дочитываю, просто удаляю, а комментарии какого-то там, такого негативного характера, о том, что я что-то не так говорю и так далее, я отношусь к этим комментариям даже где-то, наверное, с каким-то пониманием, да, то есть я начинаю понимать, почему люди мне пишут, да, я начинаю как-то, не знаю, мне становится даже интересно, почему вот человек написал так или не, а не иначе, наверное, кстати, это одна из причин, почему я завела свой канал на YouTube, потому что сейчас мне всё интересно, мне реально всё интересно, я как какой-то ребёнок, который хочет познать мир, вот примерно такое же у меня сейчас отношение, да, ко всему, потому что даже вот YouTube, мне просто стало интересно, каково это снимать, каково это быть вот по ту сторону экрана, скажем так, потому что я очень долго была именно зрителем YouTube, и тут вот решила тоже снимать, потому что мне просто стало это интересно, я перестала как-то даже меньше всего бояться, раньше я боялась летать, например, на самолёте, причём боялась очень сильно и настолько сильно прямо до паники, я, конечно, не перестала бояться, но как-то для меня полёт уже проходит лучше, потому что как-то вот у меня впереди светлое будущее, да, и, конечно же, такое моё отношение к жизни, ко всему вообще в принципе, оно, конечно же, очень позитивно, скажем так, повлияло на отношения с мужем, да, и он сейчас говорит, что вот иногда ему кажется, что он женился на одной девушке, а сейчас живёт с другой, причём с другой в лучшую сторону, поэтому мне кажется, что это тоже очень-очень большой плюс для отношений, быть разной, меняться, это тоже, мне кажется, очень хорошо. Ну и что я вообще могу, скажем так, подведу итог всему этому, да, я могу сказать, что многие девушки мне пишут о том, что, ну, мне мужчина говорит, что ты и так красивая, да, красивая, но нет предела совершенства, и я, например, считаю, что не то, что не стоит слушать, да, стоит слушать, это повлияет на вашу самооценку, это повлияет на ваше, не знаю, восприятие себя, да, вы не будете очень сильно загоняться по поводу того, что ваш вес встал, там, или ещё что-то, да, вы не будете вот такой прям всей в диете, знаете, вот когда уже там просто там от еды до еды живём там и так далее, вам будет легче преодолевать это всё, да, если рядом с вами будет человек, который вам будет говорить, что вы у него самая красивая и самая лучшая, конечно же, но всегда нужно стремиться к лучшему, я советую девушкам просто понимать, что дальше будет ещё лучше, да, если он сейчас любит вас такую, да, там, с лишними пару килограммами, то, представляете, вас он будет любить, когда у вас не будет этих лишних пару килограмм, это чисто внешность, да, но мы все знаем прекрасно с вами, девочки, что мужчины любят хорошую внешность, любят ухоженных девушек, любят красивых девушек, и как раз таки я считаю, что муж и должен быть одним из муж или мужчина и должен быть, скажем так, неким мотиватором для того, чтобы похудеть, для того, чтобы выглядеть лучше, для того, чтобы ухаживать за собой, для того, чтобы с утра находить время пять минут, для того, чтобы сделать хотя бы легкий небольшой макияж, для того, чтобы, не знаю, делать какую-то прическу, как-то себя украшать, для того, чтобы купить новое платье и тому подобное, так что стремитесь просто к лучшему, к большему, и понимайте, что похудение это не только внешность, да, это еще и здоровье, это, не знаю, ваша активность, ваша привлекательность какая-то и так далее и тому подобное, и это всегда лучше, чем когда есть лишний вес, тем более, если этот лишний вес с годами начинает все больше и больше расти. Вот такая вот у меня получилась, не знаю, может быть, для кого-то сумбурная болталка, но я думаю, что вы поняли, что муж меня не корил за то, что я поправилась, но при этом он, ну, для меня, конечно, слишком громко, наверное, прозвучит именно гордиться мной, но может быть где-то так оно и есть, потому что он, ну, как-то всячески старается как-то, не знаю, подчеркнуть, может быть, то, что я похудела и то, что я стала по-другому выглядеть, стала по-другому думать, по-другому относиться ко всему, и он действительно считает, что мне все это пошло на пользу, но при этом он, кстати, не хочет, чтобы я худела еще больше, ну, не знаю, верить ему или нет. Я надеюсь, вам было полезно и интересно, обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, как относятся ваши мужья к тому, что вы худеете или полнеете, или что-то происходит с вашей внешностью, замечают ли они, реагируют ли они на это, мне будет действительно очень-очень интересно, и те, кто похудел, обязательно напишите, изменилось ли что-то в вашей жизни, или меняется с тем, что вы начинаете худеть, начинаете как-то пересматривать свое отношение к еде, к миру и так далее, так что обязательно оставляйте, я с удовольствием почитаю, обязательно любите себя и будьте любимы, и до новых встреч!